Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы напомнить вам про одни из продуктов, которые сейчас осенью появляются на рынках, в магазинах, ну, по крайней мере, в наших южных краях его везде можно найти. Но я надеюсь, что и в другие регионы тоже его завозят, потому что транспортируется и некоторое время хранится он довольно-таки нормально. А это каштан, если вы видите. Ну, не тот, конечно, каштан, который валяется на улицах наших городов, не таких южных, как Геленджик и прочее. Но то конский каштан не съедобный, а это съедобный. Его можно есть прямо сырым, правда, конечно, его сложнее будет отделить от оболочки. А если раскалить его на сковородке, на мангале, на сковородке с дырочками, получится замечательный, очень вкусный каштан. Конечно, я обязательно осенью их покупаю, ем и вспоминаю, как ели каштаны на улицах Парижа или Стамбула. Такие южные города, где каштаны на улицах – это обычное привычное дело. Романтика тем самым добавляется в ваш обычный день, в обычный прием пищи. Почему прием пищи? Потому что, конечно же, это не просто какая-то вкусняшка. Это полноценный источник витаминов, клетчатки, питательных веществ. Калорий там не так уж и мало. То есть блюдом приготовленным с помощью каштана, это может быть и десерт, и суп, и какое-то второе блюдо, можно вполне насытиться. Ну, а если не заморачиваться, просто горсточку съели, там еще яблочко добавили, и вот вам замечательный полдник получился. Вот такая сегодня классная стройная фишечка дня. Я ее просто обожаю. Только о мире помню, потому что все-таки калорийность, если слишком много съесть, живот вам за это спасибо не скажет. А вот в маленьких количествах это даже на пользу к желудочно-кишечному тракту, даже ускоряет некоторым образом, хорошо влияет на обмен веществ. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня, никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк, оставайтесь со мной на связи, и все у нас получится. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok